Я прервусь чуть-чуть. Вячеслав Иванович, я сейчас получил сообщение, значит, там опять закрыли полигон. Значит, я для коллег доведу до сведения. Значит, вчера в 15 часов было совещание по поручению премьер-министра. Значит, приезжал туда Геннадий Леонидович. Значит, премьер-министр отдал сутки генеральному секретарю Министерства Северского хозяйства разобраться с ситуацией, доложить ему полностью об обстановке. Сегодня утром он приехал в Бельце. Они были на полигоне. Конечно, он ужаснулся его состоянием. И тоже засомневался в этих вложенных 16 миллионов в этот полигон. Значит, но эти люди пошли по другому пути. Они, как он уехал с полигона, они его закрыли. Значит, я отдаю сейчас вам поручение. Значит, подготовить для премьер-министра полностью, Виталий Миршев, подключитесь, всю переписку Солубрити-Солушину. Когда они прекратили услугу 15 декабря 2017 года, какое они сделали предварительное там заявление, почему они прекращают вывоз мусора. Там было у нас, что 33 бани за сортировочный мусор. От них письмо было. От них, от 4 декабря. Значит, всю эту переписку раз. Краткую историю, как они попали на этот рынок, это попросил господин Филипп, как они попали в Бельце, начиная с той первой виталий-министр компании. Это есть подготовленная информация, но я в Виталии Миршеву предоставляю. Есть, да? Отлично. Значит, дайте ее всю Зиньковскому. Вы делаете полностью краткое описание истории до сегодняшнего дня, что произошло и что сегодня происходит с этими вот платежками, что каждый день дают на оплату платежку. И последний вопрос. Ваше предложение. Совместно, значит, подключите КУАДы, ГРАДИ подключите. Предложение, где вы видите вблизи Бельц ближайшие свалки раз, и второе мусороперерабатывающий завод. Разные варианты. Минимум шесть вариантов. Плюс зайдете, у меня в кабинете есть карта с ближайшими, мне уже разработали ее сегодня ночью, районами, где с розой ветров, прямо определение розы ветров, где есть первый вариант, второй, третий, у меня шесть вариантов есть по свалкам. То есть, эту карту я вам тоже дам, она сделана специалистами, и анализ специалистов. Именно, как вы видите себе, это танкодром, это свалка Цамбулы. Понимаете? Все, значит, поэтому я сказал. И это письмо с землями надо сегодня отправить. Вячеслав Иванович, придется сегодня задержаться, и это письмо составить надо сегодня с истории и отправить сегодня на... И с предложениями земли. Ну, я вам дам предложение. Значит, на имя... Мы вам дам... для сельского хозяйства и экологии. Да. Ну, туда уже никак не годится. Я уже не понимаю. Контроль у премьер-министра... Вопрос у премьер-министра на контроле дают сутки разобраться, и они закрывают полигон. Письмо-письмо еще вчера начали... Драк еще вчера начал его готовить. Александр Иванович, я его читал, то письмо. Оно не подходит, то письмо. Это не письмо. Это... Подготовьте нормальное, грамотное письмо. С истории, заканчивая вашим предложением. Более с истории есть уже Ирина Мирчевна. Да, мы просто давали поручения на прошлой неделе, и юридическое управление совместно с братьем, они готовили бы... Хорошие есть... Отлично. Если это есть... Николай Николаевич, если можно еще, чтобы процесс бани был постоянно под мониторингом, не под контролем, чтобы мы не подспотились через три месяца, что у нас опять что-то нету, да. Можно, чтобы ответственные начальники отделов, как предложение. То, что касается разработки документов нормативных, госпожа Монтиану, господин Влада докладывал в конце месяца на каждом обратном совещании. Я это хотел... Вы меня просто опередили, я это хотел сказать в конце, но я скажу тогда сейчас. Не раз в месяц. А вот есть обратное совещание. Один из последних вопросов докладчика должен быть, что касается бани, социальной столовой и тех всех значимых объектов, которые у нас идут приоритетить. Это такие, как фонтан, это такие, как баня, соц. столовая, это какие-то... Дорога, которая у нас идет, Штефан Шелмарик, к примеру, я сейчас говорю. Понимаете? И также судебные дела, которые должны учитываться каждую неделю по вот этим вот долгам, которые у нас огромные, по моей справке. Это не будем повторять уже. Продолжение следует...